Директор компании Иванус, Фирисбек Али. 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 Я вам сейчас объясню. Фундаментальный анализ – это новостной фон. Все, что вас окружает. Любые новости, любая статистика, макроэкономические данные, микроэкономические данные. Вот это все фундаментальный анализ. Он бывает на долгий срок, он бывает на короткий срок. Слева мы с вами видим – это отчетность компании о своих доходах. Именно в Америке 30% компаний S&P 500 уже отчитались. Оставилось примерно 70% компаний. С правой стороны мы видим статистику, которая выходит каждый день. Она выходит каждый день по разным странам. Исходя из этой статистики, в течение одного дня цены меняются, они колеблются. С левой стороны – это примерно средний срок инвестирования, основываясь на этих данных. С правой стороны – это внутри одного дня или максимум недели. Это примерные новости, основные новости, которые оказывают давление, влияние на среднесрочные перспективы на рынке. Выходит новость – она выходит хорошая, рынок растет. Выходит плохая новость – она падает. Очень просто. Это стратегии, которые люди используют на фолдовых рынках, то есть на всех рынках. Это стратегии, которые относят к фундаментальному анализу. Эти анализы могут использовать любой трейдер, любой инвестор. Я вам покажу пример одного анализа. Это, точнее, стратегии. Это импульсивный пробой, называется. Мы на русский язык с вами переведем. То есть вы смотрите на график, вы анализируете новости. Выходит новость, основывается на этой новости, на этом результате, на этой статистике. Вы делаете 7 шагов. Ровно 7 шагов. То есть стратегия состоит из 7 шагов. Вот эти 7 шагов вам помогут заработать в момент выхода данной новости. Есть глобальный подход к новостям. Как инвесторы анализируют рынок, как инвесторы именно заходят на финансовые рынки и инвестируют, создают свои портфели. Я вам сейчас проведу пример глобального инвестора. То есть они, в первую очередь, основываются на глобальной тренке. Сейчас какой у нас глобальный тренд по всему миру идет? Нет, глобальный тренд, это просто компания. Тренд, глобальный тренд. Восходящий тренд чего? Электромобили. Тренд электромобилей. Правильно? Но он начинался давно. Сейчас, если вы посмотрите на какой-нибудь электромобиль, или он мимо вас проедет на улице, вы на него даже внимания не обратите. Если бы это было 5 лет назад, вы бы сказали, о, смотри, где там батарейка едет. Это было бы вот так вот. Что делает глобальный инвестор? Он анализирует, он находит этот глобальный тренд заранее. И инвестирует в свои средства. Мы с вами рассмотрим две компании. Первая компания это BVD, вторая компания это Tesla. Правильно? Да. Вместо того, инвестор что делает? Он не покупает машины этих компаний, он не покупает продукцию. Они инвестируют в компанию, потому что там доходность больше. Понимаете? Машина может сломаться, потерять в цене и так далее и тому подобное. Но Tesla была лидером. Tesla была лидером. Она была лидером. Она сейчас не лидер. Лидер сейчас BYD. Компания BYD. Это продажи, статистика продаж за последние 7 месяцев. 7 месяцев. То есть за конец, на конец второй квартал этого года. Компания BYD продала 1,2 млн машин. Компания Tesla, она продала всего лишь 888. 1000 машин. Как вы думаете, куда бы вы инвестировали свои деньги? То есть компания Tesla, это компания Hype. Это реальный Hype, да, она реально растет, так же она падает. Компания BYD, она движется четко. Вы можете посмотреть еще на продажи других машин. Это BMW. Вот это не знаю, что это. Гак какой-то, да. VV. Да, но она называется VV. Никто Volkswagen его не называет. VV мы называем, да, Volkswagen. Дальше бренд не знаю, Mercedes бренда я тоже не знаю. Но это уже, в принципе, большой концерн, да. И VV, и BMW. Но BYD переплюнуло всех. Абсолютно всех. То есть они анализируют глобальный тренд, глобальный тренд это электрокары, и они заранее инвестируют и выкупают долю у этих компаний. Заранее. Это глобальные инвесторы так поступают. К примеру, Ворен Баффет. Ворен Баффет, он считается предсказателем из Амахи. То есть он отец фондового рынка. Он отец стоимостьного инвестирования. То есть это единственный человек на рынке, который практически зарабатывал всю жизнь. И его доходность никто в мире, ни один хедж-фонд, ни один управляющий фонд, никто не переплюнул. Самый лучший инвестор с самой высокой доходностью. И он находит тренды заранее. Заранее, за многие годы. Перед тем, как компания выстрелит. Как вы думаете, инвестировал ли ли Ворен Баффет в компанию BYD? Да. Как вы думаете, в каком году? В 2018 году. Да? Все верно. В 2008 году Ворен Баффет предсказал то, что компания BYD станет лидером по продаже по направлению электрокары. Он нашел этот глобальный тренд в 2008 году. Он инвестировал 234 миллиона долларов. Как вы думаете, сколько он заработал на это? Миллиарды. Три тысячи процентов. Семь миллиардов. Вот это человек, вот это инвестор. У него есть знания, у него есть опыт. Если вы думаете, что на рынке невозможно заработать, вот вам живой пример. То есть на рынке вы можете стать как и долгосрочным инвестором, так и краткосрочным инвестором. Слева долгосрочный инвестор, справа краткосрочный инвестор. Понимаете, да? То есть есть разные виды людей, разные виды стратегий. А стратегия Ворона Баффета, это инвесторная стратегия, это инвесторирование стоимости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...